Священный Куран, который был не использован Всевышним Аллахом, не может каждый человек его, значит, использовать так, как его захочет. Есть свои правила, и правило ислама по отношению к Священному Курану говорится, что если ты делаешь какую-нибудь хукну, подчиняясь какому-то закону, который взят на основании аятов Священного Курана, слов Всевышнего Аллаха, то ты должен обязательно обратиться к мнению ученых. И таких ученых в усынманском мире называют муфасирами. Муфасиры — это те, которые написали тавсиры. Тавсир — это, значит, труд, комментарий к Священному Курану. Когда мы иногда видим обывателей религий, которые, значит, на телевидении, на видео читают аят из Курана, или же вырезают какую-то часть из длинного аята, и потом пытаются использовать его в интересах достижения своих меркантильных целей, я считаю, это неправильно. Чего уж не Аллах с них спросит за это? Если ты говоришь о аятах Священного Курана, то ты должен обязательно основываться на мнении ученых. И первый ученый, поверьте, из тех, кто будет меня слушать, никто не сможет со мной поспорить. Первый ученый, знающий Священный Куран — это пророк Мухаммад. Да богословит его Аллах и приветствует. Когда вам читают какие-то два-три сола, вырезанных из длинных аятов, и пытаются вам навязать того, чего нет в исламе, то здесь нужно сказать одну вещь. В нашем современном мире, к сожалению, очень многие пытаются использовать ислам в достижении своих меркантильных политических или экономических интересов. То мы этого не допускаем. Мы говорим о том, что ислам — это мировая религия. Ислам — это истинная религия. Ислам — это та религия, которая ведет людей к счастью, к правильному образу жизни, к милосерию и милостью Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok